Продолжение следует... Здесь, во времена правления самураев, были рисовые склады клана Кага. Поэтому здесь проходило много людей, и были придорожные гостиницы, был тракт Хоккуку. Город развивался. В конце эпохи самураев, однокрестьянская семья, что жила тут около тракта, чтобы уменьшить количество едоков в семье, отправила своего ребенка учиться и работать в кончайную мастерскую неподалеку. Он пройдет много пота и очень старался учиться. Много ездил по всей стране, учился разным техникам. Потом вернулся в этот город. Звали этого человека Кутани Сюдза. Работы, которые он делал в своей мастерской, местные купцы, выставили на всебирных выставках Экспо. И таким образом представили их всему миру. Они получили большой успех, и потом через Кобе и Югогаму, они стали много продаваться в другие страны. Потом это дело назвали Japan Kutani. Получился такой бренд. И вот мы бы хотели рассказать всем о городе с такой историей. И когда проводился ремонт дороги, которая проходит вот здесь, перед библиотекой, мы, местные жители, создали организацию по оживлению нашего района. Теперь у нас много разной деятельности. И назвались мы Ассоциацией по оживлению Терайи. Сокращенно Теракадсу. А я член Теракадсу. Зовут меня Сокава Рио Хэй. Вот этот проект был инициирован Международной Ассоциацией города Номи. Они заинтересовались нашей деятельностью. И поэтому сегодня мы вот здесь собрались, чтобы делать это видео. Теракадсу проводят вообще разные проекты. И один из них, это карта, рассказывающая про очарование города. Это карта пешего маршрута по району Терайи. Вот она у меня в руках. Такая вот карта. На ней указан маршрут по городу. Это круг по району Терайи. Начало вот этой библиотеки. И вот сегодня, по этой карте, мы пойдем вместе с девушкой, которая недавно стала тут жить. Еще с матушкой, которая тут уже давно живет. Втроем мы совершим прогулку по Терайи. Спасибо вам за участие. Спасибо вам. Я приехала в Терайи уже ни много ни мало полвека назад. Какая история. Зовут меня Курамото. А я приехала в Терайи около трех лет назад. И ничего тут толком не знаю. И я очень рада сегодня участвовать. Зовут меня Курамото Кадзуми. Прошу любить и жаловать. Я уже говорил, что здесь библиотека. И, наверное, вы обратили внимание вот на это. Это доска с названием станции. Какая стояла на платформе. Написано здесь Хон Терайи. Дословно, собственно, Терайи. Конечно, поскольку тут библиотека подходит слово Хон. Потому что она означает еще книги. Но тут, на самом деле, никакая не игра слов. Станция. Прямо так и называлась. Хон Терайи. Около ста лет назад, в 1925 году, здесь проходила железная дорога. И она шла до станции нынешней Номины Агари. Та станция раньше называлась Терайи. А отсюда, дальше, она шла через Тацинокучи в Цыруге. Этим поездом возили керамику Кутани, которую тут производили. Еще тогда шелковые текстильные изделия были очень популярны. Поэтому нужна была железная дорога, чтобы вот такие товары ввести до мест потребления в другие страны. Вот почему жители города упорно трудились, сами вызвались построить эту дорогу. Она работала около 55 лет, до 1980 года. Но потом мир изменился. Настала эпоха автомобилей. Все меньше людей ездили на этой дороге. И в итоге ее закрыли. А там, где раньше проходила дорога, теперь сделали красивую аллею Сакуры. Длинная такая аллея. А тут, перед станцией, была главная улица города. Очень оживленная, потому что много людей здесь, пассажиров всегда выходило, было людно. Справа, вот тут, после войны еще, был кинотеатр. Рядом с ним был рынок. Ну, рынок, это как сейчас супермаркеты, да? Там было много разных лавок. Такой был торговый район. Очень удобное место стало. И на этой улице, перед станцией, проводили праздник керамики Кутани. Сами торговцы выставляли палатки по обе стороны улицы. Было очень оживленно. И так было лет 20. Но потом в центре города стало сложно это проводить. Перенесли праздник в другое место. И до сих пор существует этот праздник керамики Кутани. Очень оживленное мероприятие. Перед библиотекой есть мастерская и магазин керамики Кутани. Называется Бункичи. Он был основан более 100 лет назад. Сегодня нам разрешили зайти внутрь. Пойдемте посмотрим. В мастерской Бункичи очень много красивых работ. Мы попросим директора рассказать. Сейчас вообще мало мастерских, которые делают все. От глины, то раскрашивание. Поэтому мастерская Бункичи действительно ценное место в этом плане. Буньчан, пожалуйста. Да, это правда. Мы делаем из глины и обжигаем ее несколько раз. И потом расписываем поверх глазурью. Бывает и под глазурью. Но обычно на глазурь на распись. И потом финальный обжиг. И весь этот процесс мы делаем здесь сами. Масштаб у нас маленький. Всего-то 5-6 человек. Ну или вот сегодня кто-то после обида. Только у кого-то выходной. Раз, два, три, четыре человека только сейчас. Наверху мы расписываем. А там, в дальнем помещении, делаем глину. Ну, в общем, пожалуйста, посмотрите. Это красиво, правда. Да, здорово. Здорово. Вот так, чтобы весь процесс производства. Вот глины делали. Такого почти нет. Сейчас только здесь, в Бункичи. Хотя раньше в этом районе было много торговых домов. Вот это основная печь. Температура 1260-70 градусов. А это покрытые глазурью изделия. То есть вот это потом обжигаем. Вот так выглядит до глазурования. Один раз только бисквитный обжиг пройдет, потом делают по глазурную роспись и окрашивают, чтобы получить цвет. Такие этапы. Сначала так, а потом так? Да, да. Покрывают глазурью. И когда помещают в печь, получается такая похожая на стекло поверхность. Например, вот это. Уже готовое, оно обожжено. А вот это до обжига покрывают глазурью. Потом обжигают. То есть глазурью вот так получается. Сейчас этап, когда закончили рисовать. Оставные контуры. И потом поверх расписывают над глазурной краской куканье. Потрясающе. Какие потрясающие вещи делают. То есть ведь каждый предмет расписан вручную. Вот такая тяжелая работа. Еще после печи цвета меняются. Не всегда получается, как рассчитывали. Да, и правда. Потрясающе. Хорошенькая тарелочка. Это вот я сейчас сделаю. Это крахмал. С ним изделие пацану уделяется. Понятно. И без него прилипает. Сейчас осталось уже очень мало домов, которые сохраняют облик эпохи Сёва. А это один из них. Прямо как был тогда замечательный такой дом. И здесь на входе стоят обереги. Они называются кумаину. Сделаны они из глины вместе с черепицей. Один с открытым ртом, другой с закрытым. Говорят А и Н. Это очень редкая черепица. Хотелось бы, чтобы они тут навсегда остались. Таких не бывает обычно. Ну, такая замечательная морда. Да, да. Таких обычно нигде не увидишь. И я не видел. Из черепицы. Да, из черепицы. Я всегда хожу тут мимо. Да, все просто проходят мимо. Поэтому хотелось бы, чтобы их берегли. Да. Это ресторан, построенный в 1927 году. Здесь было людно всегда. Он был местом общения. Но лет 10 назад его закрыли. И с тех пор он просто пустовал. А мы в Теракадзу подумали, что можно арендовать его под какие-то мероприятия. И вот уже 5-6 лет как тут проводим какую-то деятельность. Но сейчас из-за ковида ничего не можем делать. А дом, если его не использовать, очень быстро ветшает. Мы сейчас очень переживаем за него. С тех пор, как тут был ресторан, висят еще вот лицензии, таблички такие, вывески. Все так и осталось с тех пор. Хотелось бы, чтобы его можно было использовать как-нибудь. А вы там были внутри? Конечно. Внутри, конечно. А, водка? Для разных собраний его использовали. Для разных собраний его использовали. Для похорон, для свадеб тоже использовали. На нашей свадьбе еда отсюда была. Вот как. Мы там дети живем. Поэтому всегда отсюда идут. Да, правда. Все так говорят. Вот, например, учительница Икебана, у которой тут была свадьба, сказала, что хочет провести здесь выставку цветочных композиций. А, Сейкасан, да? Да, да. Сейкасан. И тогда за 3 дня сюда пришло около 500 человек. Ого, потрясающе! А я был регулировщиком на парковке. Тяжко было. Водка? Да. Вот тут мы повесили вывеску теракадзу. Как раз в то время. Здесь улица. Это бывший тракт Хоккоку. Из Канадзава этот тракт шел в Комацу. И здесь я уже упоминал о Джапан Кутане раньше. И 4 торговых дома, которые представили Кутане из этого города всему миру, стояли тут бок о бок. И вот этот Будокан, то есть зал боевых искусств, стоит на месте, где был раньше магазин и мастерская человека по имени Ватану Кичидзи. А напротив был магазин Ватадани Хэйбэ. Рядом был Ватану Ясутаро, а за ним, там, где сейчас Дэка стоит, там был Уда Цзин Цзо. У этих четырех человек были магазины в Йокогаме, и они отправляли Кутане за границу. А напротив, там еще один дом, который пришел в Йокогаму примерно на 20 лет позже. Назывался он торговый дом Сёкава. Это сейчас единственный дом, который остался, как был в те времена. Это называется Мачья. По нему можно представить, как тут все раньше было застроено. А этот господин Ватану был поразительным человеком. Он не только торговал Кутане за морем, но также интересовался Южной Америкой. И еще начал торговлю с Россией. И часто те, кто сейчас прилетает в аэропорт Ханена, пользуются поездом линии Кэйхин. Это также построил этот господин Ватану. Потрясающе! Об этом мало кто знает, я думаю. А один человек, который работал продавцом фирмы Ватану в Америке, встретил там работника фирмы Ватадани. Они очень подружились. Это тоже замечательный человек. Но про него я давайте расскажу вон там, когда пройдем дальше. Где сейчас вот стоит Будока. Вот этот дом единственный мачия в этом районе, вдоль старого тракта Хоккоку, в котором остался старый облик. Ему уже больше ста лет. Мачия это когда по бокам есть белые выступающие части. Они называются Содеудацу. Они вообще защищали от пожаров. А у нас таких нет. Ну и еще под крышей навес сделан. Сагари называется. Он защищает от солнца, как козырек. И вот еще эти решетки на окнах. Называется мусико. Это как сейчас жалюси. Дом вообще можно назвать мачия, только если есть эти три детали. Этот дом с трудом мы сохраняем. Много терпим неудобств. Вообще тяжело поддерживать такие скалы. Покажу его еще внутри вам. На входе в мачия торговая комната. Здесь принимали клиентов. А дальше? Ой, маска! Это называется оенома. Здесь гостиная. Раньше здесь был вырезанный очаг. Но сейчас он накрыт татами. А этот коридор называется Торирока. Он проходит насквозь до конца дома. И там в глубине кухня и туалет. Пожалуйста, проходите. За гостиной у нас садик есть небольшой. Обычно вот такой стиль у мачия делается. Наша семья раньше торговала керамикой Кутани в других странах. И с тех пор остались тоненькие чашки с блюдцами. Такие, какие отправляли за море. Хотелось бы вам их показать. Это чайные чашки, да? Да. Такие вот тонкие вещи. Если посмотреть на просвет, то понятно. О, здорово! Вот так если посмотреть против солнца, то видно внутри. Будто бы насквозь. Это называется по-английски egg shell. То есть яичная скорлупа. Вот такие вещи продавали тогда за рубеж. Это демитаз. Такая маленькая вещь. Но тоже вот так просвечивается. Здорово! Кажется, что вот-вот лопнет в руках. Попробуйте, возьмите в руки. Ух ты! Можно? Как будто младенца держите. А, легкие? Да, легкие. Ах, здорово! На них снизу, вот там, вот тут написано, Канэшо. Это наша фамилия. А, да. Вот такие вещи мы экспортировали. Продавали их. Ничего себе! Немного позже делали вот такое. Тут не расписано. Чисто белая чашка. Вот такое лицо человека. Видно, если посмотреть на просвет. Там не фотография вставлена какая-нибудь? Если прикоснуться, то понятно. Там неровная поверхность. Правда? И вот толстый и тонкий слой создают темные и светлые участки. Интересно, правда? Да. Ох, и как же это делают такие тонкие? Да, такие тонкие. И правда. Как же их делают? Разбиться ведь могут при общем. Да, да. Здорово! В старину еще тяжело было это все ввести в другие страны. О, да! Еще когда тут не было железных дорог, на Карамисла вешали вот такие короба, их на плечо, и мисли, говорят. Ого! Здорово! Здорово! Чудом осталось вот это все. Здорово! Ну, в общем, так. А можно донышко блюдца посмотреть? О, правда! И правда очень тонкие? Да. Все такие. Удивительно тонко сделаны. И правда просвечиваются. Наспасть видно. Это, конечно, под вкусы иностранцев. Да, да. В то время был такой японизм. А-ля японский стиль. А вот, как это сказать? Утром, если утром пришли, на входе сразу место, где сидит приказчик, да? Да. У полухода сразу, как у Айти. Там называется торговая комната. Если это ремесленник, то там мастерская находилась. Вот как? Если столяр, или если мастерская кутания, то там как раз трудились в поте лица. А если пройти дальше, то там зал. Там принимали большинство гостей. А если важный гость или шишка какая-то, то проводили в дальнюю комнату. И тут его принимали. Сейчас уже таких домов в стиле мачия почти не осталось. Даже если есть классные коридоры, то теперь часто они не до самого конца идут. А вот там их перегораживают. И за счет них здесь расширяют комнату. А-а-а, ну да. Да. А в Киото в домах типа Нагая тоже до самого конца идут коридоры. Да. Так и надо, чтобы шли до конца. Иначе это уже не мачия. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь когда-то была очень многолюдная торговая улица. Но сейчас осталось, правда, очень мало магазинов. И среди них есть магазин Барукита, которому уже более ста лет. Изначально это был магазин кимоно. Здесь бывают разные люди. Очень оживленно всегда. Давайте пройдем внутрь. Да. Директор этого магазина, также председатель местного самоуправления, а также председатель Теракадзо, куда я хожу. Я стал председателем самоуправления в феврале этого года. А до этого я мало гулял по городу. Если куда-то надо было, то я на машине. А место, где раньше был магазин, изначально, это отсветилище. Вот пройти, там дорожной знак. Вот там это было. Это место, где был магазин основан. И там он был 50 лет. А сюда приехал примерно в 1972 году. И здесь тоже 50 лет. Да, верно. Как раз там 50 лет, и здесь 50 лет. Раньше было много магазинов по улице, которая шла от станции. Здесь сейчас библиотека. Как эти оттуда, до района Кутани, много было. А сейчас мало. Да. Тут один, там один. Сильно все поменялось. Это самое старое дерево в этом городе. Ему 400 лет. Это махилус из рода камфорных. Если ничего с ним не делать, то до 20 метров вырастает. Бывает такое иногда. Поэтому его обрезали, и теперь вот такая высота. Да, да. Тари, ну, там, где дупло, в стволе, говорят, жив в Даши Тенго, как рассказывают. Ничего себе. Это дерево в обычном частном саду. Прямо восхищаешься, как его сохраняют. Великолепное дерево. Да, здорово. Дедушка с бабушкой, хозяева этого дома, давно уже умерли. И вот он стоял пустой долго. Потом молодые художники Кутани им пользовались. Дет в 15. Была тут мастерская. Но они тоже начали каждое свое дело. Все разъехались. И где-то год уже вот так он пустой стоит. Да. С левой стороны есть небольшой вход. И там, если пройти туда, в самую глубину, там дом, где жили раньше дедушка с бабушкой. Он тоже долго пустовал. Одна девушка, которая делает выпечку, захотела открыть тут свой магазин. Очень популярный магазин теперь это. Кобири. Кобири, да. Я уже говорил около Абудокана про торгового агента, который работал у Ватану Китидзи и который поехал в Америку. А это то место, где он жил. Звали его Курамото Синхичи. Курамото в Америке познакомился с Уринага Таичиро, который работал в фирме Ватадани, которая располагалась напротив там. Они очень подружились. А потом, Моринага, когда вернулся из Америки, был просто очарован сладостями европейскими. Он бросил работу с керамикой, начал производство сладостей. Его фирма потом стала называться Моринага. Да, да. А господин Моринага, даже после смерти Синхичи, много раз приезжал сюда навестить его могилу. И тогда он окрестным детям раздавал ириски. Такие истории я до сих пор слышу от людей, кому за 90 лет уже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok